Всем привет, любители ароматного табака. Я решил у себя на канале запустить интересный эксперимент, назовем это так. И во вкладке «Сообщество», если зайти на главную страницу моего канала, будет вкладка «Сообщество», и там можно было проголосовать, что же мы будем курить в следующий раз. Ну, соответственно, в следующий раз уже наступил, и, к моему удивлению, большинство людей высказало за кентукки, который делал Костя Леонтьев. Честно говоря, удивительно, потому что Костя мне табак просто так подарил, без всякого захода на обзор, и я его ради интереса как бы в голосовалочку поместил. Но вот люди высказались за него, то есть есть интерес к доморощенным табакам. Ну, давайте тогда его покурим. Кто-то сказал, что я обязательно, раз такой обзор, должен рассказать, откуда, что и почему. Ну, давайте, друзья, в двух словах. Есть у меня старый приятель, зовут его Константин. Он человек, страстно увлекающийся всем, что связано с курением. Ну, и помимо этого, обладающий навыками и желанием что-то делать своими руками. И вот Костя на своем приусадебном хозяйстве в Липецкой области вырастил табак. Соответственно, его отферментировал, как положено. Помимо этого, вручную завязал его в веревке. То есть сделал из него твист и закоптил. Вот этот копченый табак у него, я затрудняюсь сказать, какое время, но продолжительный, по-моему, не один год пролежал. И в результате он его принес в клуб. Мы все его попробовали, табак заинтересовал. И вот он мне, соответственно, эту веревку расплел, порезал вот на такую вот лапшу. И дал его покурить. Пахнет, кстати, чудесно. Он когда в твисте, пах, ну, прям вот копченым-копченым таким резким ароматом. А когда его Костя на лапшу расплел, соответственно, аромат стал более интересный, более изысканный. То есть, ну, вот так вот. Люди даже в наших широтах умудряются что-то интересное выращивать. Ну, давайте посмотрим, что тут в незажженном виде. Приятный запах. Копченый, немного землистый. Преобладает коньячного аромата. Земли вот чуть многовато. Такая она чуть перебивает. А так, легкая кислинка. Приятно. Приятно пахнет. Я его из разных трубок попробовал. Но табак крепкий. В общем-то, как и следовало. Кентукки. Вообще, Костя любитель таких крепких табаков. И поэтому курить его будем из маленькой чаши. И что-то вот я из разных трубок попробовал. Колобашка мне больше всего зашел. Ну, давайте уже, что называется, начнем. Приятный такой землистый старт. Древесными ароматами, достаточно объемными. Картане легкий перец начинает появляться. Начало такой легкой, непредвещающей беды. Но при этом ароматы очень насыщенные. Я табак курю не первый раз, поэтому знаю, что меня ждет. Старт очень приятный. Объемный. Табак не сырой, но при этом не очень хорошо горит. Не знаю, с чем это связано. Может резко, может набивка. Кто мой канал смотрит, знает, что у меня с этим всегда были проблемы. Я надеюсь, будут. И плюс еще я боюсь табак перегреть, потому что, если его сильно прям запалить, то магия пропадает. Табак капризный к темпу курения. Да, начинает перчик появляться. Очень приятные, объемные коньячные ароматы. Ну, основные ароматы дерева, перец и легкие коньячные ноты. Приятный, приятный старт. Ну, давайте посмотрим, что там нас на планечке ждет. Ну, что, друзья, планетрубки позади. Ну, повторюсь, очень требовательный табак к темпу курения. Я поэтому не грею. И при этом табак очень крепкий. Посему греть его совсем не хочется. То есть, ну, потихонечку, потихонечку и вполне. Потому что переживать тот объем никотина, который в нем содержится, ну, быстрым темпом просто не выдержишь. Что по ароматам? Ну, приятный, очень приятный коньячный вкус у табака. Легкая перечность. Она интересная, она не на кончике языка, а туда в гортань скатилась. И вот здесь таким легким-легким комом стоит очень крепкий табак. Тяжелый, конечно, к восприятию. Но при этом вкус прям такой насыщенный, мужской. Прямой, очень понятный. Хороший табачок. Ну, давайте дальше курить и какие-то итоги мы в конце подведем. Ну, что, друзья, закуриваем наш сегодняшний табак. Ну, по-прежнему в нем доминируют достаточно тяжелые коньячные ароматы с перцем. Начинает легкая соль проявляться. Очень крепкий табак. Настолько крепкий, что аж комок вот здесь в горле стоит. С другой стороны, если правильно чашу подобрать, и вот колобаш тут легкости добавляет. В принципе, можно его пережить. Ну, не балует, безусловно, он разнообразен. Но, в принципе, этого и не должно быть, потому что это чистые кентуки. Тут странно ждать разнообразия. Плюс, напоминаю вам, что табак выращен в кости самостоятельно. Поэтому, ну, и при всем приятном, друзья, 17 из 20. Мощный, прямой, напористый, табачище. Крепкий. Иногда очень хочется такой табак покурить. И это прям вот самое то. Самое то. Для любителей кентуки, я думаю, что, наверное, табак бы очень понравился. Спасибо, Костя, за табак. Вам спасибо огромное за внимание. До новых встреч.